Здарова ребятки, меня зовут Павел и сегодня поговорим о том, что у меня получилось построить и как это вообще делать. Поговорить хочу обо всем и ни о чем одновременно, посмотрим получится ли донести до вас свои мысли. Кадры в период лета, осени и весны очень сильно мылятся и рассыпаются на квадраты. Буду спасать качество чем смогу, а за приболевшую дикцию не велите казнить. Ангина штука неприятная и временами приставучая. В общем, не обессудьте. Постойте, а где копье-то? Где девчата? Проведя несколько внутриигровых лет в поисках золотой середины между наслаждением от уже реализованных амбиций разработчиков и чувством откровенного фейспалма, бьющего причинным местом прямо в лоб, я наконец-то понял, что мои ожидания это только мои проблемы. Не унывая, я начал находить недочеты в игре даже забавными и активно рапортовал разработчикам о тех или иных багах, недоработках и так далее. Я хочу показать вам, к чему я пришел и как я до этого ковылял. Начиная путь развития новой династии Ростак-5, я твердо решил, что ни странно воющие волки, ни животные с картонными головами, но почему-то крепким задом, никоим образом не остановят меня перед грандиозной отстройкой независимого от других поселений во главе с занятным юношей Росимиром. Мне таки очень приглянулась история дяди главного героя, пусть и коротка, но емко описывает план действий на ближайшие 5 лет, пока что безликого для нас сорванца. А именно, создание поселения, которого будет самостоятельно обеспечивать себе провизией и орудиями труда. Это поселение, которое впоследствии будет способно вести торговлю и налаживать торговые сети. Дело было поздно ночью и кажется, что мой мозг под воздействием манной чашки кофе не мог придумать ничего лучше, чем сначала выбрать место на карте, построить там временное пристанище и методом пылесоса с глазами безумца тараканить в кучу все, что может пригодиться. Что не помещалось в ящик, я старался сложить в импровизированную кучу. Набрав ресурсов, я твердо решил, что без заборов моя деревня не будет такой красивой и методом сбора и разбора деревянных конструкций я начал прокачивать технологии. Но нельзя было упустить первую осень и будущий урожай, поэтому грядки я без внимания не оставил. Мне срочно были нужны помощники и я отложил стройку для выполнения квестов и заработка репутации. Побегав сезон другой, я мог уже позволить себе первых рабочих, немного медитативного обустройства рабочего пространства. Мне было нужно, чтобы поселенцы таскали дрова и немного мяса, а я занимался полями, крафтом и продажей, постепенно выстраивая рядом с лагерем основы поселения. Долго-долго я крафтил и с каждым годом я обновлял по зданию, где-то менял заборы, где-то уходило по паре лет только на закуп живности, потом родился ребенок и жена протеже тоже какое-то время не работала. Затем найм поселенцев вообще ограничился порогом в 13 человек без учета семьи, потому что новое поселение стребовало просто баснословных значений известности, но все же, все же я пришел к тому, чего я хотел. Собственный дом самый большой, вообще кошерный, в нем помещается жена и двое детей, хоть ящики все по стандарту на 50 килограмм. Поселенцев я разместил в дома поскромнее, но по возможности тоже каменные. Для животных загон свиней, овец, курятник, шахтеры, лесорубы, грибники, охотники, фермеры, повара, носильщики, и все это работает как швейцарские часы. На экранах у вас мой первый блин, и он в плане расстановки немножко комом, но все же, эта система работает и тут по-своему красиво. Конкретно это поселение работает на себя и немножко на продажу. Дрова готовят два лесоруба, мясо добывают два охотника, а пара поваров все это дело готовит. Есть один шахтер, который ходит далеко на гору за железом и солью, но отправляю я его туда, тогда когда не нужен полевой рабочий на грядках. Полевой рабочий назначается в амбаре вместе с фермерами, которых в этой деревне двое. Фермеры занимаются переработкой зерна и делают либо муку, либо корм для животных. А полевой рабочий занимается посевами. Корм эти ребята делают для содержания свиней, овец и кур, и для каждой живности нужно по одному человеку для присмотра. И с этой расстановкой сил уже можно комфортно чувствовать себя и спокойно выполнять квесты, торговать и так далее. Давайте расскажу на примере одной из своих деревень, как это все функционирует-то вообще. Наверняка для кого-то это будет полезно. И постараюсь выражаться проще, а профилософствуем с красивыми видами, но потом. Давайте выберем место. На карте я отметил равнинный район с небольшим скатом. Тут очень много ровных мест, близко спаун и животных, и лес, и вода. Деревни с торговцами не так уж и далеко, потому что все это место где-то примерно в центре карты. Да, шахтер у нас будет ходить далековато, да, возле него постоянно будут медведи, но к моему удивлению он на них никак не реагирует. Стабильно шахтер приносит вам по 5 единиц, там по 10 соли, железа, камня. И ничего не мешает ему, он просто работает. Ну а начинается деревня вовсе не с хранилища, а с уютной лежанки. Чтобы заманить работника к себе, у него должен быть дом. Даже спустя несколько лет дома на 4 слота у меня забивались максимум двумя. Может быть я что-то делаю не так, может быть так и задумано, хотя это скорее всего альфа-версия и так надо. Строим 4 штуки и слушаем почему. Помимо места жительства, людям нужно что-то кушать и откуда-то брать дрова для согрева в холодную погоду или чего-то еще. Поэтому без хранилища, еды и ресурсов деревню не построишь. В каждом из этих хранилищ должен быть рабочий, который будет переносить ресурсы. На начальных этапах по одному человеку на хранилище будет достаточно. Тем более что первые уровни хранилищ требуют и так по одному рабочему. Производственные здания мы еще не строили, поэтому приносить ресурсы на склады должны самостоятельно, иначе без еды и дров поселенцы утратят доверие к вам. Чтобы обеспечить поселение деревом, нужна хижина лесоруба. Ставить ее стоит в лесу или ближе к нему, так как у нее есть свой радиус действия. Один лесоруб может работать на первом уровне этого здания и нам пока что этого хватит. Чтобы обеспечить поселение едой, нужна хижина охотника. Лучше разместить ее ближе к спауну животных. Тут можно назначить охотника и собирателя, который будет собирать грибы в сезон, но мясо сытнее и на это здание нам понадобится два охотника. Имея два производственных здания, два хранилища, мы получим необходимость в пяти поселенцах, которые будут обеспечены дровами и сырым мясом. Сырое мясо не шибко сытное, и его нужно приготовить, поэтому нам понадобится один повар, который будет работать в таверне. На семь человек нам понадобится четыре маленьких дома, два хранилища и три производственных здания, что в сумме составляет девять зданий. Своё жилище приберегите для будущей жены. И это необходимый минимум для поселения, которое будет кормить и греть себя на протяжении долгого времени. Пока поселенцы забываются о своих заботах, вы сможете пройти ряд элементарных квестов, которые увеличат лимит построек и повысят известность вашей династии. Как вы видите, стройка закончилась. Я решил сначала построить и только потом нанимать жителей. При первых прохождениях можно нанимать людей по мере стройки, но учитывайте, что вам придется заботиться о них своим трудом. Назначаем людей на места и определяем меню для повара. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в принципе и всё. Ваше первое самостоятельное поселение готово. Дальше только развивать по мере ваших потребностей. Если вам на эту тему нужны советы, то пишите их в комментариях, и я обязательно отвечу. Ну а с вами был Павел. Всем вкусного чая и добра. Субтитры создавал DimaTorzok